Высокотехнологичную медицинскую помощь Чуваши оказывает несколько крупных клиник, в том числе и кардиологический диспансер. Это направление нуждается в постоянной модернизации и обновлении. На этот раз объектом стали операционные. Сегодня пациенту планируется коронарное шунтирование. Больной у нас с двумя инфарктом и в анамнезе. Планируется трех-четырех сосудистых шунтирование с использованием как внутренних грудных артерий, так и вены с левой нижней конечности. Бригада во главе с Николаем Трофимовым будет оперировать пациента в обновленной операционной. При поддержке Минздрава Чуваши кардиодиспансер приобрел и установил 8 комплексов чистые помещения. Специальная система вентилирования и воздухоотведения используется для профилактики внутрибольничной инфекции и снижения риска послеоперационных осложнений. И это далеко не единственное новшество в работе. Совсем недавно мы ездили в Российский национальный центр хирургии имени Академика Петровского. Мы обучались хирургическим методам лечения на аорте, на ветвях аорты. Мы ездили в команду и мы смотрели не только хирургические методы лечения, но и ансиологическое пособие. Очень многое для себя узнали и уже буквально на днях испробовали данную методику. Новые методики требуют и нового оборудования. В ближайших планах установка нового ангиографического комплекса и другой медицинской техники. В настоящее время заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, занимают первое место по количеству смертей в мире и, соответственно, в России. Поэтому наш кардиоцентр занимается борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы лечим пациентов с этими заболеваниями. Наука и техника совершенствуются, поэтому все новые и новые виды помощи оказываются и у нас в том числе. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика.